Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на библейском портале «Экзегет». С вами священник Стахик Латвин. И сегодня, по уже сложившейся традиции, мы с вами разберем один единственный стих. Сконцентрируем на нем свое внимание. Этот стих, он похож на те стихи, которые многократно в разных Евангелиях повторяются. Но уже и форма, что он в форме вопросительной, и некоторые детали различия множественного и единственного числа, то есть, ну вот, кажется, такие маленькие эпизоды, заставляют задуматься совсем иначе. Совсем иначе о том, что Господь вновь и вновь почти перед каждой притчей, в начале каждой притчи повторяет. Давайте с вами откроем Евангелие от Марка, 4 главу, и прочтем 30 стих. И сказал, Действительно, в начале самых разнообразных евангельских притч у разных евангелистов Господь говорит, уподобилось Царствие Небесное. И начинается тому-то там «мневоду», «семени», «сеятелю» «самые разные образы». А здесь тоже идет одна из притч евангельских, но нету констатации факта. Вот мы уподобляем, вот я уподобляю Господь тому, Царствие Небесное, такому-то образу земному, чтобы вам, людям, было проще понять в своей жизни, применить и реализовать. Господь здесь задает вопрос. То есть, вот чему же мы уподобим? Дальше Господь, опять же, уточняет, что как он уподобляет это? Уподобляет это через притч. Какую притчу изобразить его? Вот в заголовок нашего сегодняшнего видеосюжета я вынес вопрос про икону Царствия Небесного. Как же на нее посмотреть? Конечно, ну, прежде всего, нам вспоминаются иконы, например, Страшного Суда, куда большую часть занимает страшные змеи, мучения, и где-то только сверху уже видно, как Христос вокруг праведники, апостол Петр с ключом, вспоминаются замечательные фрески в монастыре Хора в Константинополе, вот музейный объект, который недавно, увы, обратно в мечеть был обращен. Ну, и многие наши росписи XVI-XVII века на задней стене многочисленных наших прекрасных русских соборов. Тем не менее, вот настоящая икона, настоящее изображение Царствия Небесного — это евангельские притчи. Вот мы посмотрим на икону. Икона особенно, даже если вот мы берем неживописную икону в стилистике западной или в стилистике, все-таки уже это нельзя сказать западной, это наша история, ее не выкинуть. XVIII-XIX век уже такой живописный, академический стиль написанной иконой. Ну, или XVII века она написана икона, где все-таки еще такие каноны иконописи русской, византийской соблюдаются, но уже добавляются тени, объемы частично добавляются, пусть и некоторая символичность изображения сохраняется. И эти иконы, и древние, и новые, и которые даже иконы распечатываются просто копией на принтере на различных поверхностях и украшают тоже храмы и наши дома. Конечно, надо понять, что это не является идолом, это не является то, чему мы поклоняемся. Честь, воздаваемая образу, восходит первообразу. Мы молимся перед маленькой карманной иконкой Казанской Божьей Матери, честь восходит от нее к иконе Казанской Божьей Матери, к чудотворному древнему образу, от нее восходит дальше, к образу, первообразу уже Престой Богородицы самой, Владыче нашей Преснодевы Марии, Матери Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. И вот точно так же, как мы понимаем, что не в этом кусочке пластика, а в заламинированном, находится Пресвятая Богородица. Но мы можем на нее взглянуть, и легче наша молитва пойдет. И особенно легче уж, если мы действительно встали перед чудесным образом под сводами храма, в его тиши или наоборот на службе, под пение хора и возглашение диакона, что наша молитва пойдет еще легче. И вот та самая икона изображения Царствия Небесного — это евангельские притчи. Они нам не дают точного представления, что такое Царствие Небесное. Точно так же, как Богородица — это не кусочек доски с красками. Точно так же и Царствие Небесное — это не страничка евангельского текста или его какой-то пересказ, или озвучивание, или даже там, как вот на Западе снимают, фильмы по Евангелию, ну, такие учительные, даже не художественные, чтобы тоже как-то изобразить. Нет. Все равно это некоторый образ, это изображение. Изображение, вот этот вид, который Господь, как недаром, что Господь творец, и все творчество Ему подчиняется, и Господь, как художник, Он живописует вот это Царствие Небесное в различных образах. Опять же, памятуя о том, что Царствие Небесное, и это Господь нам тоже постоянно подчеркивает, это не некоторое место, это некоторый процесс приближения к Богу. Господь говорит, я путь истинной жизни, гряды, по мне, не узрит смерть вовеки. И вот мы, Царствие Небесное, понимаем, как приближаться ко Христу, как идти путем Христовым, как становиться похожим на Христа. И вот здесь некоторые изображения, икона Царствия Небесного, это Евангелие. Именно поэтому, который человек, если уже слава тебе, Господь, вошло в привычку молиться. Пусть даже это не какое-то осознанное желание, а если желание, так вообще замечательно. Ну, даже вот, по крайней мере, знаем, нет, перед едой надо помолиться. На кухне положил себе чего-нибудь отведать, посмотрел взгляд иконка и помолился перед едой уже хорошо. Помолился дома в каких-то своих бедах. Зашел в храм и тоже, ну, как-то не планировал, ну, какое-то окошко времени или просто захотелось тоже. Ну, не хотел, именно какого-то конкретного святого не вспоминал. Вот увидел икону, и прямо захотелось этому святому подойти, приложиться к его образу, помолиться тоже, с ним пообщаться, попросить его походаться за нас, перед Богом. То есть, вот как-то нам помогает, помогает к этому горнему духовному миру приблизиться. Но если ты уже понимаешь, что к иконе и к молитве у тебя некоторый навык есть, то надо задуматься и о том, а как же вот этот духовный мир, место пребывания Бога и место пребывания людей с Богом, как о нем не забывать, как к нему приближаться. Естественно, без Евангелия это невозможно. Понятное дело, если вы смотрите этот ролик, значит, вы уже хоть как-то Евангелием интересуетесь, пытаетесь в нем разобраться, найти для него, найти в нем какие-то для себя ответы, ответы, основанные на Слове Божьем. Но, по крайней мере, постарайтесь его для тех своих близких, которые не так часто открывают Евангелие. Или вы тоже понимаете, что да, иногда вот все-таки и почитал, и посидел, и разобрал толкование, прочел, посмотрел что-то. Не так часто я открываю Евангелие, не так часто я его читаю, разбираю. Надо понять, что это такая же норма жизни, как норма жизни христианина. Каждый день встал и увидел икону у себя в комнате. Каждый день едешь на работу, и как-то мимо храма проехал, тоже помолился, перекрестился или не стал креститься. Но в любом случае в душе молитву сотворил. Это чуть-чуть помогло нам с Богом пообщаться, и на маленький шажочек приблизиться ко спасению точно так же. И вот эту икону Царствия Небесного, его изображение, как Господь говорит, как мы уподобление Царствия Небесного, как же мы его через притч будем изображать. Но вот через какую только вопрос сейчас. И как вот тоже мы не то, что есть одна икона, и больше не нужно. Как иконоборцы говорили, вот мы будем поклоняться только изображению креста строгому, а все остальные иконы надо уничтожить. Точно так же и даже если понимаешь, что знаешь какую-то притчу, и она у тебя отзывается в душе. Да, вот мне очень нравится притча о талантах. Очень многим людям нравится притча о сеятеле. Сам ее Господь пояснил, как вот тут логично, и вот тут такое-то изложение, как сеятель сел, а тут вот такое-то толкование. Господь дал образное, как здорово это все обыграно. Все, вот это у нас бывают, какие-то любимые образы евангельские. Но недостаточно, надо и остальные изучать. Точно так же, как ты зашел в храм, ты не можешь отвернуться и смотреть на одну икону. Хотя, мы знаем, был период до реформ патриарха Никона, вот до преодоления некоторых заблуждений, накопившихся в богослужебной, просто приходской практике, что люди, правда, приходили, у них была какая-то икона, их семьей пожертвована. И они стояли, и каждый перед своей иконой молился. Причем неважно, икона сбоку висит, значит, ну, сбоку человек будет стоять, повернувшись боком к алтарю, и так молиться. Вот каждый молится, я молюсь своей иконе. И это отвлекает от образа Божия вообще, и не дает обратиться и остальным иконам поклониться, через них пообщаться с Создателем, с Богородицей и со всеми святыми. Точно так же и наша вот некоторая уверенность, которая лукавая, тоже подогревает и говорит, нет, ты, в принципе, молодец, ты читаешь Евангелие, у тебя есть какая-то там притч, ты ее любишь, ты вот, ой, перед Великим постом начинается подготовительная неделя, там, вот, притча о страшном суде, да, там, вот, как она, или притча о мытаре фарисеи, вот, как она мне там близка, как я о ней могу подумать. Нет, каждую. Господь сам задумывается еще притчу дать, еще притчу дать, еще описать Царствие Небесное, чтобы нам проще было его достигнуть. И поэтому мы, раз Господь прилагает такие творческие усилия, то и мы должны в ответ на них тоже откликаться. Недостаточно что-то одно знать, тем более в нашу эпоху, когда текст евангельский, не то, что в древности, драгоценные пергаменты, только очень богатый человек мог себе в личное пользование, остальные люди собирались, шли скорее в храм, вечером после работы, чтобы почитать вот единственный там свиток, который община вскладчина могла заказать переписчику, он написан, хранится вот на этих толстых свитках, чтобы Библия, это целые несколько ящиков могли быть, чтобы все вот это уместить. Тем не менее, помимо вот некоторого этого образа иконы, тут кроется в этом стихе еще одна очень интересная тема. Господь говорит, чему уподобим царствие небесное, царствие Божие. Не говорится, чему я уподоблю. Конечно, тут может быть несколько версий, вариантов этого толкования. Один из вариантов, ну, что это такое плюралис модестий, множественное число скромности. вспоминаем, как вот в советские годы, конечно, там люди необразованные, там это обыгрывалось и в кино, и как-то сатирически. Ой, мы, царь Николай II, какой царь был важный? Он говорил не я, а говорил мы. Ну, это только необразованный человек мог так подумать, а так, конечно, мы, и царь, и, в принципе, в приличном обществе говорилось, когда человек, наоборот, хотел показать скромность, не то, что я, 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 последняя буква алфавита, а наоборот, человек показывает, что вот это я так считаю, я так думаю, я так делаю, не только ради себя, не только потому, что я считаю, что это вот правильно, это нужно, а это некоторый общий интерес, и я лишь служитель вот этого некоторого общего дела. И вот, да, как там царь-царца-терпес говорит, мы, Николай II, царь всероссийский, точно так же, и вот, это он мог брать пример со Христа, со Христа, который тоже вот говорит, чему мы уподобим в некоторой скромности, не то, что вот я вас заставляю, вот некоторое мы, которое вроде началом имеет говорящего человека, но объединяет его с окружающим. И тут дальше второй момент, второй вариант толкования может быть, от этого плюрале с модести, от этого множественного числа скромности, такого риторического приема, который может не очень характерен для еврейского текста, но по крайней мере он характерен для греческой, а прежде всего для латинской литературы, ну, тоже уже и во времена Христа это была некоторая такая норма, могли писатели, могли мыслители, философы ею воспользоваться. Помимо этого, то, что Господь берет и правда объединяется вместе с людьми, что это мы, это Христос показывает свое единство по человечеству со всем человеческим родом. Христос показывает единство по человечеству со всем человеческим родом. И вот Христос и мы, мы все люди, Господь берет, Господь же стал человеком, чтобы за людей пройти вот этот путь ко спасению, И поэтому он это спасение имеет. Царствие Божие — это его вотчина, оно и так ему принадлежит. Но он, как человек, приняв в свою божественную личность свою, поставить в Бога слово человеческую природу, он именно от лица этой человеческой природы и окружающих людей тоже задумывается уже человеческим разумом, а не только божественным всевидением. Вот как лучше для людей, которые не понимают, которые даже понимают, не реализуют, как лучше вот еще живописать, что происходит с их душой, с ними, что они должны делать, чтобы к Царствию Небесному приблизиться. Мы тут видим, как Господь близок к нам, что Он старается именно, как некоторый лектор, Он может, правда, очень красиво говорить, пафосно, может как-то очень вдохновенно, ой, вот так, вот так все важно. И некоторое впечатление будет, ой, как вдохновенно батюшка проповедовал. А человек-то ничего не понял. Да, красиво, да, воодушевил, да, даже, может, слезу охотно пустить, а понимания нет. Господь этого не хочет. Господь хочет, чтобы все было понятно, чтобы какое-то новое притчо, новое изображение помогло приблизиться, приблизиться человеку ко спасению, даже и как простому некнижному, и в то же время, чтобы эта притча помогла, наоборот, человеку, который там превосходно образован, ему было бы скучно. Какую-то более простую притчу слышать. Вот Господь входит в интерес всех людей, потому что Он все человечество ведет через свою человеческую природу, возводя на Голгофу, распиная, проходя через смерть, и через воскресение, и через вознесение, и возвращение на небеса, и восшествие, вот и для сидения Одесной Отца. Все это Господь делает ради нас. И вот вслед за этим вторым пониманием мы видим тут и третий момент истолкования вот этого обращения с вопросом к мы, потому что мы помним, в одной личности, в одной ипостаси Христа вмещаются две природы. И помимо природы человеческой, во все подобном нам, кроме вот греха, это природа божественная, прежде всего. Может, с нее и надо было начинать, но мы идем в обратном порядке, приближаясь, поднимаясь к этой высоте божества. Можно видеть, да, можно сказать, просто филологический прием, ну, как-то цепляться к словам, зачем тут каким-то мелочам, ну, вот риторический прием, что из него глубокие выводы делать. Но нет, это один из маленьких кусочков, которые формируют пазл. Пазл того, что мы видим, что Бог у нас непримитивен. Это не какое-то вот самодовольное, сверхъестественное существо, вот такое, которое само себя любит, само собой упивается. Нет, Бог — это троица, это полнота божественной любви в трех лицах. И Господь наш Иисус Христос, он принадлежит к этой святой живоначальной троице. И здесь он, можно сказать, нам являет тайну Бога Троица, божества, что вся живоначальная троица промышляет, вся живоначальная троица планирует, вся живоначальная троица прилагает старания, любовь, милосердие для того, чтобы нас спасти, нас принять в свое Царство Небесное. Что нашего спасения хочет и Бог Отец, и Бог Дух Святой, и Бог Сын, что вот это, это нераздельная, нераздельная воля. Кстати, этот стих, возможно, помогал и отцам Шестого Вселенского Собора, которые утверждали и боролись с еретиками, что во Христе две воли. Воля человеческой природы и воля божественной. Ну вот эта воля божественная, она одна. Что Бог, Он единый, единство Его тоже обеспечивается вот этой единой волей. Но это воля, воля не я, не воля не своя горделивая, а воля мы, воля любви. Поэтому тоже и здесь вот мы видим, что вся живоначальная троица вроде о таких пустяках. О том, чтобы про какое-то там дальше идет, про зерно горчичное, как растет, про дерево, про птичек. А для Бога нет мелочей. Это вот как для родителя маленького ребенка, да ну для него нет мелочей. Ребенок ему принес какие-то там первые рисунчики, простые палочки, там кружочки, вот человечек, глазки, улыбочка, солнышко и для, можно сказать, ой, ну что это, чепуха какая-то. Нет, это вот максимальный творческий порыв твоего ребенка, ты должен это оценить. Да, ребенок взял, что-то помог, там помыл посуду ее перемывать, грязная она все, но нет, это ценится. Вот и для Господа, как для любящего отца, нету никаких мелочей. Вся живоначальная троица старается нам вот дать вот эту притчу Ивановскую. А раз для нас все-таки такое старание предлагает наш Отец Небесный, вся живоначальная троица, то уж это вполне убедительное основание для того, чтобы и мы в ответ все-таки уделили внимание каждой притче евангельской, из каждой из них, из каждого стиха каждой евангельской притчи постарались взять то, что Господь нам уготовил на пути в Его Небесное Царство и вечную жизнь.